Здравствуйте, дорогие друзья, по горячим следам Сергей Бархатов, Оскар Басыров. Что мы сегодня по горячим следам? По горячим следам вы сможете посмотреть на наш обзор премии Оскар 2014. Все номинанты и лауреаты с нашими комментариями в ближайшие минуты на телеканале ЮТВ. Начнем с технических номинаций. И первое это лучший звук. Здесь у нас представлены Уцелевший, Хоббит Пустошь Смауга, Капитан Филлипс, Внутри Льюина Дэвиса и, конечно же, Альфонсо Куарон с Гравитацией. То есть не совсем он. Где был лучший звук, по-твоему, Сергей? Именно по-твоему? Ну, там разные были звуки. Рычание дракона и миллион долларов. Мы должны забрать за Тома Хэнкса миллион долларов. А вот в Гравитации звуки были такие только... А в Уцелевшем... О, Господи, что же это происходит? В общем, Гравитация взяла техническую номинацию за лучший звук, ну и также за лучший монтаж звука. Да, опередив таких ребят, как Уцелевший, Хоббит Пустошь Смауга и того же Капитана Филлипса. Ну и сразу закончим со всеми звуками на сегодня. Лучшую музыку взяла тоже Гравитация, хотя я какого-то особого музыкального сопровождения в этом фильме не запомнил. Но, как видите, недаром Альфонсо Куарон так долго снимался. Ну, не имперский марш там был. Чтобы технически его не удостоили этих премий. Альфонсо, я это вам share this with you. Лучший монтаж номинированы «12 нет рабства», «Афера по-американски», «Гравитация», «Даллский клуб покупателей» и «Капитан Филлипс». Ну что ж, технические награды для фильма «Гравитация» стали традиционными на этом Оскаре. И также лучшая операторская работа номинированы были такие картины, как «Великий мастер» Волга Карвая, «Внутри Льюина Дэвиса», «Братьев Коэнов». Я очень негодую, что у этого фильма нет серьезных номинаций, вроде сценария или режиссерской работы. Конечно, «Академикам» виднее, но, на мой взгляд, это было отличное кино. Также «Гравитация», «Небраска» и «Пленницы». Отличный фильм «Пленницы». Кто же победил Оскар среди всех этих отличных фильмов? Ну, кстати, фильмы реально все отличные. Мне кажется, практически все они могли быть номинированы на лучший фильм. Но победила опять «Гравитация», у которой уже это какой? Пятый по счету, который мы насчитали на сегодня. Пока. Оскар. Да. Поэтому, как вы видите, все технические номинации идут. Да, притом фильм-то сделан практически на компьютере полностью. Там не было такого, чтобы операторы полетели в космос, начали снимать там Землю с разных характерностей. Там все нарисовали на компьютере, поэтому я немножко не понимаю, почему лучшего оператора получают тоже «Гравитация». Ну, видимо, они что-то знают. Да. Заканчиваем мы с техническими номинациями. И в бой вступают, как говорится, тяжеловесы. Это лучшие визуальные эффекты. То, что любят дети и взрослые. Под попкорн, да, пожевать. Здесь представлены такие крутые ребята, как «Стартрек. Возмездие», «Железный человек 3», «Одинокий рейнджер», который до этого получил малину, «Хоббит. Пустошь. Сумауга» и опять «Гравитация». Да, кстати, вот как уже сказал Оскар, накануне на премии «Золотая малина» «Одинокий рейнджер» победил в номинации «Худший ремейк», «Сиквел» или «Переосмысление». Да. Но это не мешает ему номинироваться. А Джонни Дэпп, по-моему, даже не был на церемонии, на самом деле. Ну, потому что он уже как бы пожилой человек, и ему нужно беречь свои нервы. И у него тоже нет «Оскара». Да. И как вы думаете, кто же победил? Победила «Гравитация». И это уже шестой «Оскар» в копилку этого фильма. Мексиканского фильма. Да, на DVD-изданиях мексиканского фильма «Гравитация» будет указано уряд множество «Оскаров». ЛХО «Сикстей Оскарес». Ну, вот тип того. «Гравитация». Так, и давайте перейдем сразу к лучшей грим и прически. Вот это самая классная номинация. Да, здесь всего три фильма, но зато каких. «Далласский клуб покупателей», «Одинокий рейнджер» и, конечно же, «Несносный дед». Вот это был классный фильм. Я надеялся, что хоть что-то стоящее возьмет «Оскар». В общем, я расстроился, потому что победил «Далласский клуб покупателей». Конечно, там гениально загримированный Мэтью Макконахи и Джаред Лето, но до уровня... Особенно Макконахи там загримирован прям до нельзя. До уровня Ирвинга Зисмана, персонаж Джонни Ноксвилл в «Несносном деде» им еще расти и расти. Давай, чини моего пингвина, дед! Итак, еще в 2012 году под Рождество мог выйти фильм База Лурмана «Великий Гэтсби». Однако прокатчики подумали, что выгодно его будет выпустить так, чтобы он смог номинироваться на «Оскар». Но в числе основных номинаций этого не произошло. Хотя я считаю, что фильм отличнейший. «Оскар», мне кажется, считает по-другому. Ну, возможно. Да. Поэтому он был номинирован только в узерских номинациях. Но зато он получил сразу две номинации за лучший дизайн костюмов, обойдя такие картинки, как «12 лет рабства», «Афера по-американски», «Великий мастер» и «Некая невидимая женщина». И также за лучшую работу художника-постановщика. Также обойдя «12 лет рабства», «Аферу по-американски», «Гравитация» и «Прекрасную картину она». В общем... Все равно неплохо. Два «Оскара». Плохо. Два «Оскара» для фильма «Великий Гэтсби», «Баз Лурман», насколько я помню, всегда в таких номинациях. Мне кажется, знаешь, «Ди Каприо» просто, можешь сказать, так, ребята, один из этих «Оскаров» мой, короче. Да, потому что у меня был классный костюм. Да. Когда она плакала и говорила... Потому что... Я никогда не видел таких красивых рубашек. Да. Она как чувствовала. Потому что по-другому он «Оскара», мне кажется, не сможет получить. Ему нужно резко переквалифицироваться, знаешь, в костюмеры... Декоратора. Где-то он может получить там... «Джею Гэтсби» за выдающуюся доблесть. Совершенно верно. Все ближе мы к основным номинациям, и сейчас остановимся на лучшем анимационном фильме, где сражались такие мастодонты, как говорит Сергей, хотя он там был только один. Китаны. Наверное, да. Это «Хаяо Миядзаки», ведь окрепчает «Приключения Эрнеста и Селестины», «Семейка Круц». Твой любимый мультфильм. Да. «Гадкий я 2» и «Холодное сердце» от компании Disney. Ну что ж, «Мышиный дом» выиграл. Я, конечно, очень надеялся, что последняя работа «Хаяо Миядзаки» будет высоко оценена, но не стоит расстраиваться. Но «Оскар» не проходит в Японии. Да, «Оскар» не проходит в Японии, и вообще это больше уже, на мой взгляд, самостоятельное художественное кино. А «Холодное сердце» действительно отличный мультфильм. В лучших традициях Диснея даже песни не кажутся раздражающими, поэтому радуемся за «Холодное сердце». Спасибо за такой красочный и прекрасный мультфильм. И ждем, что Миядзаки передумает все-таки. Да, волшебники любят возвращаться. Продолжим с номинациями за лучший фильм. Лучшие фильмы на иностранном языке. Итак, номинировались. «Бельгия. Разорванный круг». «Дания. Охота». Режиссер Томас Винтерберг. Остановлюсь на нем отдельно, потому что прекрасный фильм. Вот «Оскар» разделяет мое мнение в кои-то веки. «Италия. Великая красота». «Камбоджа. Исчезнувшее изображение». И «Палестина. Фильм. Омар». Сюда, конечно же, не попал фильм от России. В этом году, если вы не знаете, номинированный «Сталенград». Поздравляем победителя режиссера Паула Соррентино. С его итальянским фильмом «Великая красота», который мы могли еще посмотреть в июле, в Одессе, когда на Украине было спокойно. Могли, но не посмотрели, к сожалению. Кстати, да. Переходим к сценариям, где, как вы знаете, две номинации – это оригинальный и адаптированный. Так вот, за адаптированный сценарий были выдвинуты «Филомена», «Перед полуночью», «Капитан Филлипс», «Волкс Уолл-стрит» и «12 лет рабства». Потому что странно, вот сценарий к фильму «Перед полуночью» режиссеры Ричарда Линклейтера и актеров Жули Дель Питтона Хоука, по сути, является оригинальным сценарием, потому что книги такой нет. Но побеждает у нас, и это первый Оскар в копилку этой трагичной драмы, побеждает Джон Ридли «12 лет рабства». И что интересно, да, уже появилась информация, что этот самый Джон Ридли на самом-то деле не находится в хороших отношениях с режиссером фильма «12 лет рабства» и «Стивом Макуином», но при этом он получил Оскар за свою работу. Ну, знаешь, всякое бывает, как говорится. То есть тут же дело было в том, что Макуин сделал кучу правок в его сценарии, и совершенно естественно, что Ридли это не понравилось, и он захотел как-то от него отмежеваться. Но при этом получил Оскар. Да, конечно, конечно. И за лучший оригинальный сценарий были номинированы такие фильмы, как «Далский клуб покупателей», «Жасмин Вуди Алина», «Афера по-американски», «Небраска» и «Прекрасный фильм Она». И я очень рад, что именно ему и конкретно Спайку Джонсу, который официально теперь является моим кумиром, потому что человек написал сценарий к фильму «Она», снял фильм «Она», снял такие прекрасные картины, как «Быть Джоном Малковичем», «Там, где живут чудовища», но при этом является постоянным сценаристом и продюсером всех частей «Чудаков», играл труп бабушки в несностном виде. Слушай, слушай, а он снимет какой-нибудь фильм «Быть Джонни Ноксвиллем»? Он обязательно снимет этот фильм. И еще, закончу, он снял клип «Бести Бой с саботаж», поэтому теперь он официально мой кумир. Я очень рад за Спайка Джонса, пускай это единственная награда у фильма «Она», на мой взгляд, заслужена. Спасибо вам за это.